Залучно-кишечного тракта или нарушение через прохождение, скажем, через пищевод. Это блуждающий нерв. Скелетная мускулатура нет. Это масса других и других нервов. Поэтому иридиация, скажем, это следствие как раз того, о чем мы говорим. Следствие нарушения мышечного тонуса. И дальше уже, поскольку сплетение одно, то уже идет передача. В этих сплетениях встречаются, скажем, ветки блуждающего нерва и ветки нервов, отвечающих за скелетную мускулатуру. И процесс передачи пошел. Идет иридиация недостаточно определенная. То есть, про диафрагму мы поговорили. Значит, дальше на уровне брюшной полости. То есть, на уровне, еще раз повторю, потому что отвлекались. За грудной полости мы имеем фасции глубокие. Это плевра, это перикардиальная сумка и это грудная диафрагма. То есть, три глобальных элемента, которые работают на глубоком уровне, на уровне глубоких фасций. То есть, как три, грудная клетка, вторая, это диафрагма, а третья? Нет, плевра, диафрагма. Плевра, диафрагма и перикардиальную сумку. Просто эти, как бы, эти составляющие, они глобальны, они принципиально. Значит, на уровне брюшной полости глубокая фасция разделяется на две цепи. Да, на две. Одна идет к мышцам ног, более глубокой. Вторая прикрепляется к паховой связке. И выстилает тазовую полость. Значит, все кровеносные лимфатические сосуды, все практически органы, располагающиеся в грудной и брюшной полости, плюс почки, которые располагаются вне брюшной полости, они, их поверхностный слой покрыт лепестками или листками, до этого не нравится, глубокой части фасции или глубоким отделом фасции. Аркадий, а вот, например, когда есть, скажем, рак, допустим, яичников, да? То есть, это, как бы, тазовая область, да? Да. Вот там, значит, допустим, пока там есть что отрезать, они отрезают, там все такое, значит, в какой-то момент, значит, бывает ситуация, когда, как-то, значит, определяют, что, типа, распространилось на соединительной ткани. Это про что речь идет? Про эту фасцию? Может быть, идет по фас, про фасцию, а может быть, идет на верхний слой органа. То есть, смотри, суть какая. Зарождается процесс в внутреннем слое, в слизистом слое, то есть клетки слизистого слоя. Почему? Потому что они максимально хорошо кровоснабжены. И процесс, допустим, мутации может произойти там, может быть, в мышечном слое, но чаще в слизистом. И дальше опухоль, как бы, да, она проникает во все три слоя. И когда она доходит до верхнего слоя... До верхнего где? В органе. Любой орган. Вот берешь, ну, хорошо, хоть яичник, хоть яичник, наружный. Хочешь яичник, берем яичник. Да. Мы его разрезаем, мы видим три слоя в разрезе. Первый, внутренний самый слой, это слизистый. Наружный, это мышечный. Везде он есть, где бы даже, казалось бы, там нечем скрощаться, но он есть везде. И самый верхний слой, наружный, это вот слизистая, ценительная ткань. Это тоже фасция? Нет, фасция на нем лежит. Он на рисунке. А, фасция лежит на нем, поняла, хорошо. Нет, нет, рисунок. Вот, сейчас. Такая подойдет? Да любая подойдет, я просто покажу. Вот мы любой орган разрезали, допустим, да, вот так вот. Что мы видим? Вот, видно, да, что-то. Видно-видно. Вот, вот самый внутренний слой, это слизистая оболочка. Там сосуды, нервы, самое все, да. Дальше идет слой мышечный. Вот, это органы, мышцы. Вот, да, здесь то же самое. Там также сосуды? Да, но там, там они уже идут вдоль мышечного, вот если это идет мышечное волокно, да, то они проходят здесь. Здесь практически все пропитано. Вот. И третий слой, это соединительная ткань. Вот он грубый, вот такой жесткий, сероватый. Почему и все органы, вот Танечки видела, вот я видела, чтобы любой орган. Нет, там вот как раз было снято. А, ну, если он не снят, кроме, пожалуй, печени, там меньше всего выражено серозный слой. Вот он самый жесткий. Серозный, потому что серый? Да, вот это слизистый, вот это мышечный, вот это серозный. Значит, если слизистая ткань, она очень мягкая, то это вот грубая соединительная ткань. Вот вспомни, как ты любой, там, я не знаю, берешь там этот из субпродуктов, там, сердце, желудок и так далее. Вот, прежде чем разрезать, она должна надавить, чтобы вот этот вот жесткий слой он ушел. А фасция, она примыкает вот к этому слой. Вот она. Поэтому, если мы говорим о какой-то, вот она идет, да, вот. Она идет сверху, ложится не вплотную, а здесь идут перегородочки. Вот это вот белая пленка, которую ты снимаешь. Поэтому, если опухоль начала отсюда, то она распространяется вот так. Нет, мне интересно другое. Ну, например, скажем, вот этот яичник, да, там, допустим, это там внутренняя часть этого таза, да. Значит, там же тоже, как бы, вот вверх – это фасция, вот это, да, потом что-то еще, да, наверное, то, что соединительная ткань, вот это, да, то есть, такая же будет. Вот это что? И фасция – это, ну, где-то там кости, то есть, где-то снаружи, а тут должен быть тип мешка, да? Ну, да. Ну вот, этот мешок из чего состоит? Из каких-то мышц и, наверное, тоже фасции, правильно? Конечно, конечно. Соединительная ткань здесь где-то есть? Везде. То есть, под фасцией? Везде. Сама по себе фасция, соединительная ткань. Нет, просто есть такой интересный момент, что, скажем, допустим, они же все удаляют, да, при онкологии, но вот если вдруг там каким-то образом опухоль там или метастаз попали в соединительную ткань уже, как бы, вот тазовой области, то это уже все, больше делать нечего. Они удаляют кусок. Бесполезно. Бесполезно. Тем не менее удаляют. Нет, они могут удалять что угодно, но бесполезно. То есть, выздоровление, как бы, шансов ноль. Вот мне интересно, вот почему? То есть, вот, почему именно, то есть, вот, допустим, там оно попало в мышцу, ничего страшного, вот попало в соединительную ткань, то это уже, как бы, приговор. Ну, на нет спору, на самом деле. Вот другой вопрос, что, скорее всего, это связано с попаданием не в соединительную ткань, в сану, а в момент прохода, потому что вот здесь магистральные сосуды, кровеносные, лимфатические, и когда оно проходит сюда, проблема не в том, что она попала в соединительную ткань, а проблема в том, что она попала в кровоток. И постоянно оттуда ее попала. И дальше разносится везде. А потом уже ничего не помогает. А я тебе объясню, почему не помогает. Не помогает потому, что разносится по всеми органам и системам и метастазов, метастазов. Ну хорошо, но химия же должна влиять как бы на все, она должна убивать клетки. На все убивает. Нет, разная химия. Неаппетитная тема, да, я извиняюсь. Ничего страшного. Разная. Я так про них есть не хотелось. Не важно. Проникновение раковых клеток, скажем, ткань мозга одни препараты, потому что гемоэнцефалический барьер, он не пропустит препарат. Проникновение, скажем, если это, ну же, мрак, там, легкие или молочные железы, проникновение в половые органы, там свой барьер гормональный. Препараты другие невозможны, они не будут действовать. То есть, если делать химиотерапию, скажем, вот все убьет, а метастазы в мозге останутся. И все начнется сначала. Нет, на энергетическом уровне, там, я понимаю, что происходит. Я тебе говорю на уровне медицинства. Почему? Потому что препараты, которые включают в состав химиотерапии, должны обладать свойством проникновения туда, где есть метастазы. Нет, допустим, они проникают. Просто вот то, что я видел своими глазами, да, то есть, как бы метастаз, он может уменьшаться, но он не проходит, при том, что, естественно, препарат подобран. И, как бы, человек умирает просто раньше, чем... Так именно поэтому здесь можно... Нет, никуда оно не попало. Оно как бы там, где вот оно началось, вот нашли первый раз цинзитные ткани, да, там каким-то препаратом это глушат, да. Метастаз может уменьшаться, но оно, во-первых, не проходит до конца, и, во-вторых, следующее метастаз образуется там же, то есть оно как бы не распространяется. Но человек умирает уже как бы... Ну, может быть, связано с каким-то барьером... Я говорю, энергетически я понимаю, что там происходит. Мне кажется, что это все равно с определением самого рака, то до сих пор уже не определились, откуда, в принципе, откуда и что причиной его является. Ну, в общем, короче, да, хитрая штука, интересная. То, что мы видели по-вторых, среди ткани, там метастаз был в одном, а потом от них и других, от этого все равно... Ты только один случай имеешь в виду, а я имею в виду Да, я один конкретно имею в виду, да. Там, правда, человек умирает из-за того, что... Нет, там человек уже умирает от интоксикации этой раковой, там уже другое. Значит, все, у нас осталась одна оболочка, да, теперь пять минут передохнем, мы фасы сегодня должны закончить. Я вам сегодня покажу.